Иван Усольцев – шехтовщик Копрового цеха Северского трубного завода. Сегодня он пришел на церемонию награждений вместе со своей семьей. Узнав о конкурсе, посоветовались и решили представить плакаты в двух номинациях – «Охрана труда в плакатах» и «Охрана труда в представлении детей». Иван говорит, что подобные конкурсы очень важны для заводчан. Идет массовая информация для нашего будущего подрастающего поколения. То есть это надо, как говорится, учиться на чужих ошибках, правда? А тут наглядно мы можем посмотреть в плакатах, в рисунках, в стихах, прочитать для себя что-то, выявить. Над чем-то вроде посмеялись, а что-то все равно в голове откладывается. Заводской конкурс «Охрана труда. Залог жизни и здоровья» проходил в течение двух месяцев. На суд конкурсной комиссии поступило около сотни самых разнообразных работ. 30 детей приняли участие в номинации «Охрана труда в представлении детей». Из них комиссия выбрала троих победителей. Лучшим назван рисунок Кристины Довголь. Ее папа трудится в отделе оборудования СТЗ. На самом деле ваши рисунки были очень красивые. Нам в комиссии было очень сложно выбрать победителей. Было очень много споров, кто лучше, кто интереснее нарисовал. Поэтому мы выбрали трех победителей. Остальных ребят мы поблагодарим за участие и подарим памятные призы. И победителем конкурса детского рисунка награждается самый скромный наш участник. Кристина Довголь. Победителем в номинации «Охрана труда в стихах» стала контролер отдела контроля качества продукции Ирина Мундрус. Участница конкурса Юлия Борисова прочитала свое стихотворение, с которым заняла почетное второе место. Если ты работник цеха и не хочешь быть наказан, и не хочешь получить травмы разные, разные такие, то надеяться на случай не придется. Ты обязан соблюдать ваш безопасность в рамках должностных работ. И в последней номинации «Охрана труда в плакатах» также выбрали троих победителей. Диплом за третье место в номинации «Охрана труда в плакатах» награждается Владимир Викторович Пономарев, подготовитель прокатного инструмента трубопрокатного цеха номера. Ваши аплодисменты. Диплом за второе место в той же номинации награждается Дмитрий Анатольевич Кустов, начальник участка труболитросвардного цеха номер 2. Так, и победителем конкурса в номинации «Охрана труда в плакатах» Иван Михайлович Усольцев, шехтовщик Копрового цеха. Участница конкурса Мария Усольцева поздравила всех заводчан с наступающим днем Металурга. Хотелось бы поздравить с наступающим днем Металурга. У меня еще стих. Металурга поздравляем с самым главным в прошлом дне. Пусть сопутствует удача и в профессии подвем. Благодарный труд пусть дарит, только радость и успех. Пусть работа вдохновляет новых, одержать победу. Многие плакаты, представленные сегодня на конкурсе, будут использоваться в цехах для наглядной агитации. Как отметил заместитель технического директора по охране труда и промышленной безопасности Вячеслав Химченко, подобные конкурсы помогают лучше донести до заводчан основы безопасности. Работники не забывали про безопасность на производстве. Но, соответственно, родители рассказывали детям, делились своим опытом, как нужно соблюдать требования безопасности. Наш единственный залог – уходить на работу здоровым и возвращаться с работы здоровым. Ни один участник конкурса не остался без внимания. Каждый получил диплом и памятный приз, а победители получат денежную премию от руководства Северского трубного завода. Алина Меньшина, Сергей Чижов, Новости Полевского.